МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Стоит ли доказывать жене, которая вдвое старше тебя, что любишь ее как женщину, если видишь в ней мать, которой не хватало в детстве? Знакомьтесь, Игорь Друзьев. Меня зовут Друзьев Игорь Сергеевич, мне 25 лет. Я родом в Днепропетровске. Жена забеременела, оставила ее сделать аборт. Жалею за это. Хотела извиниться, чтобы легче стало. Я жена Игоря. Я очень хочу от этого человека иметь ребенка. Совместных пока нет, но очень хочется. У меня две взрослые дочки, и они не намного младше Игоря. Общаются как друзья. Я с дочками грыземся, на ножах. Нету таких семейных отношений, думают плохое бы мне. Я падчерица Игоря. Я не отношусь к нему, как к отчему. Хочу понимания с падчерицами. Встречайте, Игорь Друзьев. Здравствуйте, Игорь. Прошу, присаживайтесь. Почему вы здесь? Я приехал, чтобы облегчить свою жизнь. Я много вру. Сюда тоже пришли врать? Нет. Сюда пришел говорить правду. Хорошо, давайте познакомимся с людьми, которые будут за этим наблюдать. Аня, жена. Максим, брат. Маргарита, падчерица. Правила знаете? Да. Всего 21 вопрос. В случае, если вы честно на них ответите, можете заработать четверть миллиона гривен. Все вопросы разделены на блоки. В первом блоке 6 вопросов. И фиксированная сумма 5 тысяч. Начинаем? Да. Здесь нет ваших родителей. Я с детского дома. У меня родителей нет. У меня есть два брата, средний и старший. Родителей знал до трех лет. Внимание, вопрос. Будучи взрослым мужчиной, вы до сих пор плачете, вспоминая, как на ваших глазах отец умирал, захлебываясь собственной кровью. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Да. Это... ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Правда. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Старший брат и средний брат были у бабушки, а я был с отцом и с матерью дома. Мы ужинали, постучали двери, отец открыл двери, человек пять было. Началась драка, я сбежал в другую комнату, лег под кровать. На утро приехал дедушка, вытащил меня с под кровати. Я увидел комнату всю в крови, залитой. Мне дедушка сказал, что отец умер. Сколько вам тогда было лет? Три года. И вы эту картину помните? Да. Потом отправили меня в больницу. Старшего и среднего брата отправили в другую больницу. Мать посадили за то, что она потребляла наркотики. И потом она утонула. Была бабушка с дедушкой, но они не были готовы брать опекунство на себя. Появилась женщина, которая меня первого усыновила. Она узнала, что у меня есть еще два брата. Она таскала их и начала семейный детский дом здесь создавать. Я не родной брат. Я с Игорем с самого детства, с детского дома. А почему здесь нет ваших родных братьев? Один работает, а второй сказал мне, как я ему сказал, что я собираюсь ехать сюда. Он говорит, мне не надо туда. Я не хочу даже, чтобы ты там был. Может, ты говоришь, правда в глаза колет. Скажи прямо, как он сказал. Старший брат именно сказал, что если тебе это надо, едь. Он говорит, мне это не надо. Средний брат сказал, что я буду иметь с этого. Всегда ищет выгоду. А что такое детский дом семейного типа? Это интернат. Вроде бы и семья. Есть типа мать вроде. Но я не чувствовал такого. Сколько было детей в вашем интернате? 21 человек. Она брала и 9-месячных, и до 16 лет. У нас было 8 сестер, 13 братьев. Внимание, вопрос. Мучаясь от голода в интернате, поскольку вас плохо кормили, вы доедали пищевые отходы за остальными детьми? Да. Это... правда. Бывали случаи... воспитательница детского дома. Могла наказать, без еды оставить. Мы, получается, по ночам вставали в холодильник, побежали, или там на столе что-то осталось, там кусочек хлеба такого, что стола с собой забрали, принесли в комнату. Были такие случаи. С вами жестоко обращались в интернете? Было все не так просто, потому что мы вынуждены были делать именно так, как она хотела. И все, что она говорит, если мы этого не выполняем, то, естественно, следует какое-то определенное наказание. Мы были как раб сила. Она видела только прибыль, чтобы зарабатывать денег на нас. Взяла 40 гектаров земли, мы обрабатывали их вручную, пололи с 6 утра до 9 вечера. Всегда мы отработали, вкалывали. Кто-то, если провинился, наказывало жестко. Скажи ему, пусть расскажет, как лупили. Внимание, вопрос. Вы оправдываете свою необразованность тем, что воспитательница интерната регулярно избивала вас лопатой по голове, выбив тягу к знаниям? Да. Это... ...правда. Выбил тягу к знаниям, потому что был случай, когда она, держа ком, настолько сильно била, что держа ком, поломался. Не было времени даже нормально учиться. Идем в школу на занятия. Там практически мы спали, потому что были уставшие. Я так чисто глянул в книжку, закрыл ее и выкинул. Все. Как правило, дети, которые выпускаются из подобного рода учреждения, они, ну, социально не обустроены. Как сложилась ваша судьба после того, как вы уже начали жить самостоятельно? Я пошел в училище, в ПТУ, куда она меня устроила. Но я не хотел там учиться. Пришлось закончить его. Потом пробыл где-то полгода в селе, проработал трактористом. Никто не может повлиять на желание учиться, либо не учиться. Мне сейчас 23. Я изучаю компьютерные технологии, программирование и так далее. Собираюсь работать конкретно. Художник-постановщик. Я люблю рисовать на компьютере. И мне это нравится. Я это развиваю себе в фотошопе, работаю в 3D-максе и так далее. Если желание есть, мы можем чему угодно научиться. А вы кем работаете? Ремонт квартир. Строитель. Планируете развиваться, как Максим? Что-то изучаете на досуге? Читаю для себя, дома практикую. Гипско-артонные работы, заливка стяжек, поклейки. Полный ремонт внутренних работ. Работа нравится? Да, нравится. Внимание, вопрос. Вы чувствовали себя везунчиком, поскольку изнасиловавший вас мужчина искупил вину, став вашим работодателем? Работодателем. Да. Это... Правда. Это было мне 20 лет. Хлопец, говорится, только села, города не видавший. Приехал и начал искать работу. Не было дорогу, я пошел пешком на собеседование. Подъехала машина, мужчина попросил подвезти, типа. Ну, я думаю, ну, что бы не подвезет меня. Но я согласился, сел в машину, меня человек отвез на набережную, в посадку, вот, и изнасиловал. А вы не сопротивлялись? Было страшно, потому что он прохранитель Хорданов. У него лежал пистолет в бардачке, вот так вот. И шел мне. Я как-то боялся. Когда в пустынном месте, никто тебе не придет на помощь. Как бы узнали о том, что он из правоохранительных органов? Ну, видно по лицу, что человек мент. По лицу видно? Я, бывает, вижу людей иногда, когда на него смотришь, видно на него. Это было единожды или он регулярно воснасиловал? Это был первый раз, но еще было пару раз после этого. Он делал для своего зятя квартиру. И, получается, предложил работу ремонтом делать. Вы знали об этом? Я знала. Он мне рассказывал. Ну, это ж не значит, что ему мальчики нравятся. Он просто очень тяжелую жизнь перенес. Вообще, как люди могли так подступать над ребенком, который сирота. И тем более, он тогда был маленький, ну, он был худенький там. Я весил-то 53 килограмма. Конечно. Как он мог сопротивляться, когда он там, ну, просто там... Нечему было сопротивляться. Максим, вы знали об этом? Нет, не знал. В таких случаях вообще делятся, говорят. Так как так поделишься, я не знаю. Ну, не знаю. Сколько проблем не было, все время делились друг с другом. Нет, я такой... Я боялся рассказывать такое. Находили решение всегда. У каждого есть знакомые, которые могут помочь чем-то или кем-то теми же самыми связями, найти этого человека. Когда это произошло, ты был еще, говорится, в интернате. Я уже в городе как раз туда был. Почему вы в милицию не обратились? Думал, что не помогут. Внимание, вопрос. Чтобы избежать уголовного наказания за проституцию, вам пришлось два года сотрудничать с правоохранительными органами в качестве наживки для педофилов. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...